Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска коротко о главном. Огнеупорный гипс теперь будут производить и в республике. Это большое производство, на котором будет задействовано порядка 500 человек. В Тернаузе открыли современный завод по производству строительного материала. Создать единый центр повышения квалификаций и переподготовки. Сегодня в Урванском районе состоялось выездное заседание парламента КБР. Два золота и второе место в командном зачете. Более соревнования довольно-таки высокие. В Кабардино-Балкарии завершился чемпионат Европы под Хэквондо. Научиться смотреть дальше одной улицы. Глава КБР Юрий Коков провел совещание по вопросам благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Кабардино-Балкарии. По данным Министерства природных ресурсов и экологии КБР, экологическая ситуация в большинстве районов Кабардино-Балкарии улучшилась. Сократилось число несанкционированных свалок как в городских, так и в сельских поселениях. В Черекском районе на платной основе организован сбор и вывоз бытовых отходов, в том числе частными лицами. Многое делается по утилизации мусора в городе Прохладном, Терском, Урванском и Лескенском районах. Однако многое еще предстоит. Если, допустим, по центральным улицам нам удалось какой-то порядок навести более-менее, хотя еще многое предстоит доделывать. Это и в плане освещения улиц в ночное время, это и чистота вокруг торговых точек и разных торговых комплексов. Уже не говоря о том, что у нас очень много проблем, нерешенных еще в населенных пунктах по республике, в поймах рек, в зонах отдыха. С одной стороны, понимаю, что многое делается большинством должностных лиц. С другой стороны, я вижу, и вы, наверное, сами ощущаете, что еще очень многое предстоит сделать. Обращено внимание на необходимость наведения должного порядка вдоль обочин федеральной дороги М-29 на выезде из КБР в сторону РСО Алания в районе поселка Прогресс. С начала 2015 года выявлено 74 нарушения природоохранного законодательства. Критичным названо санитарное состояние сельских поселений Малка, Старый Черек, Аушигер, Заюково, Псыганцу, Личинкай, Исламейки, Шпек, Дугулубгей. Загрязнены береговые линии рек Нальчик в районе Александровки, Нартан, водоохранные территории рек Баксан, Чигем, Черек. От глав многое зависит, подчеркнул Коков. «Надо видеть дальше одной улицы. Борьба с мусором предусматривает повседневную работу с людьми. Руководитель, который не может поддерживать чистоту у себя в районе, ничего не сможет. Это не тот вопрос, который нельзя решить». Юрий Коков высказался за активизацию усилий по началу строительства очистных сооружений, создание при муниципалитетах служб, отвечающих за санитарное состояние вверенной территории. О принятых мерах предложено доложить в срок до 10 июня 2015 года. Глава КБР напомнил о персональной ответственности должностных лиц за ситуацию в данном сегменте. В работе совещания принял участие председатель общественной палаты Кабардино-Балкария Нуар Чеченов. Практика закрепления должностных лиц за семьями ветеранов будет продолжена и после 9 мая. Глава КБР провел заседание Оргкомитета по подготовке и проведению в республике празднования Великой Победы. В его работе приняли участие председатель парламента КБР Татьяна Егорова, премьер-министр республики Али Мусуков, члены правительства КБР, федеральный инспектор по КБР Владимир Канунников, главы муниципальных образований. До 30 марта 2015 года в республике проживает 393 ветерана. Решение комплекса социальных вопросов, лекарственное обеспечение, медицинское обслуживание участников войны, адресная материальная поддержка на постоянном контроле руководства республики. Оправдала себя практика закрепления должностных лиц за семьями ветеранов, министры и их заместители, главы администрации. Каждый из них на постоянной основе, навещая своих подопечных, оказывает конкретную помощь. Думаю, подчеркнул глава КБР, будет правильным продолжить эту практику и после празднования 70-летия Победы. С докладами о принимаемых мерах по подготовке и проведению 9 мая выступили министры культуры Мухаддин Кумахов, труда, занятости и социальной защиты Альберт Тюбеев, заместитель министра здравоохранения Алим Асанов. За прошедшие три месяца после предыдущего заседания Оргкомитета, отметил председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов КБР Мухаммед Шахабахов, проведена большая работа. Я лично проверял, как делается ремонт, как принимают участие министры, заместители. Депутаты в этом ремонте не просто приходят, дают деньги, они сами переодеваются в рабочую форму. Вот у Сергея Федоровича Марченко, я видел, три человека работают. Представители власти не стесняются, но это же здорово, это просто гордость национальная. И такое решение, я знаю, ни в одном регионе не было принято. А потом вручение медалей. Это был просто праздник в республике, уже идет этот праздник в течение месяца. Как был дан здесь старт, так он и идет. Такая забота, такое повышенное внимание не только радует ветеранов, радует всех нас. Особенно это очень важно для молодежи. Для них это яркий пример, как хранить память о тех мужественно погибших людях. Это пример, как уважать старших, особенно заслуженных людей. Поэтому я знаю, что, Юрий Александрович, вы не слишком приветствуете это, но я хочу, это желание ветеранов, просто сказать вам, вашим лицам, всем должностным лицам, большое человеческое спасибо. То, что вы делаете, это дорогого стоит. И сегодня такой темп подготовки проведения этого великого праздника, такой тон, который задан у ветеранов, не только у ветеранов, у нас у всех, закрепляется уверенность, что этот праздник пройдет, конечно, на высочайшем уровне. На заседании Оргкомитета заслушана информация о подготовке к проведению в Нальчике Парада Победы. Глава КБР представил собравшимся нового военного комиссара республики. Им стал Эдуард Артабаев, до назначения проходивший службу в Министерстве обороны России. Юрий Коков поблагодарил руководство правительства республики, министерств и ведомств, правоохранительных органов, глав администрации, всех организаторов завершившегося в Нальчике чемпионата Европы под Хэквондо, который, по признанию его участников, иностранных наблюдателей и специалистов, прошел на высоком международном уровне. В Нальчике завершилось главное спортивное событие сезона – чемпионат Европы под Хэквондо. Впервые состязание проводилось в олимпийских весовых категориях и стало основным этапом отбора спортсменов на чемпионат мира, который пройдет в мае этого года в Челябинске. Хронология событий в сюжете Адама Абазова. Более 150 спортсменов из 28 европейских государств приехали в Нальчик на континентальный чемпионат. Завоевать две золотые медали и попасть в тройку лучших в командном зачете – такая задача стояла перед сборной нашей страны. По итогам турнира у россиян есть два золота. Анастасия Барышникова одолела в финале шведскую спортсменку Алин Йоханссон, первую в мировом рейтинге, выступавшую под флагом Всемирной Федерации Тхэквондо. И сейчас все набирают рейтинг для того, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Я в том числе тоже хочу туда попасть. Поэтому для меня эти 10 баллов, они очень важны. Ну и безусловно, родные стены мне помогли. Вся трибуна болела за меня, что в первом бою, что в финальном поединке. В заключительный день соревнований еще одну медаль высшей пробы в копилку российской сборной добавил Владислав Ларин. Он одолел бойца из Азербайджана с разгромным счетом 17-5. Атмосфера очень позитивная, то есть нас приняли тут очень добродушно. Уровень соревнований довольно-таки высокий, организация была хорошая, то есть всем довольны остались. В итоге российская сборная завоевала две золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей. В общекомандном зачете наша страна заняла второе место. На третьей позиции сборная Португалии, а лидером стала команда Турции. У нее четыре золотые медали. Представители Европейского Союза Тхеквандо высоко оценили уровень проведения столь масштабного турнира. Организация замечательная, на хорошем уровне. Я в этом регионе впервые. Все понравилось. Волонтеры, пресса. У нас хорошие связи с руководствами республики. Правление Европейского Союза Тхеквандо выразило желание посетить Кабардино-Балкарию снова. Впереди чемпионат мира в Челябинске. А до этого сборная России вновь приедет в Кабардино-Балкарию. Буквально через неделю в Прильбрусе начнутся подготовительные сборы национальной команды. Адам Абазов, Сафар Гирифф, Анатолий Дереко, Аслан Мамхегов. Вести Кабардино-Балкария. В Тернаузе торжественно открыли крупный завод по производству строительного материала из гипса. Предприятие Кабалк-Гипс уникально тем, что здесь будут производить в том числе и огнеупорные и высокопрочные стройматериалы. Мощности производства позволяют сегодня обеспечить гипсом потребности не только юга России, но и других регионов страны. Тема продолжит наш специальный корреспондент Сафар Гирифф. На сегодняшний день разведанные запасы собственного месторождения гипсового камня в республике 25 миллионов тонн. Это существенно снижает себестоимость продукции, говорят на Кабал-Гипсе. За счет технического перевооружения уже построено пять заводов. Дробление гипсовых вяжущих сухих смесей, плит и панелей. Возведены инфраструктурные объекты. Следующий шаг в дальнейшем развитии, как я уже говорил, это запуск строительства известнякового комплекса по переработке известняка с тем, чтобы мы могли удешевить нашу продукцию, в частности штукатурные смеси. Помимо этого мы планируем построить перлитовый завод. В состав штукатурных смесей добавляется легкий перлитовый песок. В районе Заюково у нас есть месторождение перлитового песка. Основная задача инвестпроекта – вытеснить иностранный гипсоматериал сначала с юга России, затем и всей страны. Сейчас его в основном везут из Турции. Сделать это мощности предприятия вполне позволяют. В одном только цеху гипсовых панелей ежегодно намерены производить до 3 миллионов квадратных метров материала. Эти панели – совершенно новый и уникальный продукт на российском рынке строительных материалов. Они очень удобны при монтаже каркасных систем, более того, обеспечивают прочность гипсовых перегородок. А огнестойкие свойства панелей позволяют использовать их в местах, где наиболее высокие требования к противопожарной безопасности. Высокопрочное гипсовое вязище «Альфа-гипс» – гордость предприятия. Материал используется в керамической, фарфоровой, фаенсовой промышленности, при изготовлении сухих строительных смесей, травматологии и стоматологии, нефтяной отрасли, машиностроении и металлургии. В целом, на реализацию одного из масштабных на Северном Кавказе инвестпроектов по техническому перевооружению предприятия затратили около 6 миллиардов рублей. Предприятие действительно очень знаковое. Это большое производство, на котором будет задействовано порядка 500 человек. Это занятость, это задачи, которые сейчас по импортозамещению, они тоже укладываются в концепцию этого предприятия. Выход производственных мощностей на проектную производительность ожидается в 2018. К этому времени численность сотрудников планируется увеличить до 1000 человек. Ожидаемый бюджетный эффект от реализации проекта составляет почти 4 миллиарда рублей. Перспективы развития среднего профессионального образования в Кабардино-Балкарии обсудили сегодня депутаты парламента на выездной встрече в Старом Череке. Круглый стол состоялся на базе агропромышленного колледжа имени Хамдохова. Участвовали представители различных министерств, руководители учреждений образования. Введение Миноборнауки КБР сейчас 9 колледжей и лицеев. В них за счет республиканского бюджета обучается свыше 7 тысяч человек по 40 программам. Однако, подчеркнули выступавшие, образовательным учреждениям требуется методическая помощь в прогнозировании спроса на рынке труда, поскольку не все подготовленные специалисты находят работу. Сегодня, как никогда, требуется четкое видение перспектив развития в целом системы профессионального образования. Нам необходимо изменить ситуацию на рынке труда, подняв роль и значение квалифицированных рабочих специалистов с профессиональным образованием, преодолеть серьезные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы. Также необходимо проведение постоянного мониторинга и прогнозирование потребностей рынка труда. В ходе беседы отмечено, что в республике необходимо создание единого центра повышения квалификации и переподготовки работников среднего профобразования. Нужно также усилить взаимодействие между учебными заведениями и работодателями, чтобы те получали специалистов с необходимыми навыками. Участники круглого стола приняли решение активизировать профориентационную работу среди молодежи, привлечь представителей бизнес-сообщества и создать программу обеспечения экономики квалифицированными рабочими кадрами. Особое внимание обратили на предоставление образовательных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья. Досрочный единый госэкзамен по русскому языку прошел сегодня в российских регионах без интернет-утечек и технологических сбоев. Об этом заявили в Рособорнадзоре. В Кабардино-Балкаре он проведен в штатном режиме, сообщили в Миноборнауке республики. Во втором лице Инальчика ЕГЭ сегодня сдавали 96 человек. Испытания прошли и нынешние 11-классники, имеющие допуск ПЕД-совета. А также выпускники прошлых лет, не сдавшие экзамен вовремя или желающие увеличить число набранных баллов. Экзамен проводился в штатном режиме. Серьезных нарушений проведения экзамена не было, но у нас были нарушения со стороны участников ЕГЭ. И были зафиксированы случаи удаления участников ЕГЭ за пользование мобильными телефонами. Для получения школьного аттестата необходимо набрать по русскому языку 24 балла. Минимум для поступления в ВУЗ составляет 36 баллов. Экзаменационные работы уже обрабатываются. Узнать результаты участники смогут не ранее, чем через 8 дней. Хадис Батаев назначен главным врачом Республиканской клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии. До настоящего времени он возглавлял вторую Нальчикскую городскую больницу. Решение принято в связи с переходом Хусена Кожарова, который руководил РКБ. В последние годы на другую должность исполнять обязанности главврача горбольницы номер 2 будет Оксана Ганнибова. Другим темам. В Нальчике был ликвидирован пожар. Пострадавших нет. Возгорание произошло в жилом доме по улице Нортановской. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров и уничтожил кровлю, мебель, бытовую технику. Из здания эвакуировали трех человек. Потушить пламя огнеборцам удалось в течение часа. В ликвидации пожара были задействованы две бригады специалистов. На тушение и на защиту зданий было поддано четыре ствола. И три звена, когда здесь. В течение пожара будет устанавливать инспекция. Продолжаем. Песочное искусство. Сегодня в музее ЗО открылась персональная выставка Шамира Гучапшока. Его творчество хорошо знакомо жителям республики и всегда вызывает неизменный интерес у зрителей. Эта экспозиция седьмая по счету, также не стала исключением. Зал и музей были заполнены ценителями искусства. Кстати, на днях художник вернулся из Испании. Фотографии его произведений были представлены в Мадриде. И прямо здесь же состоялся небольшой показ песочной графики. Я думаю, что человек должен обладать даром сверху, чтобы смочь творить вот такое высокое красивое искусство. Сейчас, пройдясь по залу, я для себя отметил, я потрясен. Это мощно, это красиво, это замечательно. В этом есть какая-то тайна. Выставка Шамира Гучапшока продлится до 12 апреля. И на этом не все. Далее смотрите прогноз погоды. Его представит моя коллега Зухраб Шихачева. Всего доброго и до встречи. Только в феврале. Воспользуйтесь услугой лазерной коррекции зрения Лезик и получите солнцезащитные очки известной марки в подарок. Глазная клиника Лена. Добрый вечер. Метеовести от Фобос. Погодой на Северном Кавказе управляет циклон. Вновь не избежать дождей. В горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавинная опасность. В Зольском районе температура воздуха начнет понижаться. Плюс два и осадки. В горах дождь с мокрым снегом. У подножия Альбруса в светлое время суток термометры покажут 2 градуса ниже нулевой отметки. А в Тернаузе около одного тепла и тоже дождливо. На 2 градуса выше поднимутся столбики термометра в Баксане, Чигеме и Нордскале. Влажность высокая. В пределах тех же 3 градусов в Прохладницком, Майском, Терском и Лескенском в этих районах в течение дня погода изменится мало. В основном будет пасмурно. Витрина и сыра завтра в Кашхатау. Днем максимум плюс один. Над Нальчиком дождевые облака. С утра около нуля. Днем температура сможет подняться лишь до 4 тепла. Такие метеовести. Всего доброго.